7 декабря в городском управлении труда и социальной защиты населения при содействии администрации города начали выдачу инвалидных колясок, костылей, ходунков, трости и других изделий, поступивших от ГУПЛНР протезно-ортопедического завода. Приспособления для улучшения качества жизни получили 39 инвалидов, которым необходимы технические средства реабилитации, и 13 нуждающихся в инвалидных колясках. Мы ждали с января месяца этого года. Он уже первая группа. Очень тяжелый он, 160 килограмм или 170. Без коляски нам вообще никак. Ходунки нам дали, но он не может на них, потому что с его весом на ходунках, и у него нога выше колена отрезана. Вот так что. Мы, конечно, очень рады, потому что мы брали у людей, боялись сломать, все-таки вес такой, и коляска немножко поменьше этой. Сыну мы взяли коляску. Он перенес вирусный энцефалит, и ноги еще у него слабо работают, и он нуждается в коляске. Туалет и коляску комнатную. Это вы для кого скажите? Для брата. Он у меня инвалид первой группы. Реабилитация инвалидов направлена на устранение и создание более полной компенсации ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма. Краснолучское управление труда и социальной защиты населения с начала 2017 года взято на учет 123 ребенка-инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации и 196 отдельных категорий граждан. Всего на учете в УТС и ЗН состоит 1337 жителей Красного Луча с ограниченными возможностями. Из них 541 ребенок.